Мастер-шоу 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 В Хабаровском Амуре привыкли идти в ногу со временем и следить за тенденциями. А потому главную праздничную игру сезона провели в модном нынче формате 3х3. Хоккеисты нововведения оценили и старались как могли радовать зрителей эффектными атаками и заброшенными шайбами. Всего их, кстати, было не так много – 8. Все-таки 3х3 – больше места, больше ошибок, обрезов и много 2х1 выхода в 1-0, поэтому мне кажется, что это поинтереснее, чем было бы 5х5. Силы есть, все нормально. Единственное, мы так не играли в свое время. У нас очень редко были моменты 3х3. Мы обычно 5 против 3х играли, 4 против 3х, а 3-3 очень мало. Поэтому в Оленечке другой формат, но тем не менее мы привыкаем и показываем игру хорошую. Настроение отличное, в атмосферах хорошая. Парни раскованные, но я думаю, болельщикам нравится. Пока тренеры и хоккеисты решали на льду свои задачи, самые преданные фанаты Амура готовились к забегу в так называемых бабл-бамперах. За победу в этом конкурсе давали щедрый трофей – 2 абонемента на следующий сезон. Но это была вся информация, которую знали участники перед испытанием. Мы идем в неизвестно куда. Неизвестно что? Ну, получается так. Вы знаете, что вам предстоит делать? Нет пока. Знаешь, что куда-то бежать надо? Даже не сказать, куда бежать. Ну, пока еще нет. Наверное, скажут. За победой, за абонементом, который очень нужен. Лучше всех с заданием справился Павел Серолапкин. Выбрав правильную тактику, он быстро добрался до финиша и честно стал обладателем главного приза. Я не ожидал, что я выиграю. Было на самом деле легко. Как-то все так быстро провернулось. Конечно, заметил. Сказали, можно толкаться. Как бы я и двоих выканул. Но я вырос за счет этого. Так, в принципе, ну, значит, сила может быть, я как-то не знаю. Конкурс болельщиков в этот раз предварял одну из главных частей вечера – мастер-шоу. Открывало его испытание на силу броска. Вопреки ожиданиям, победу в этом конкурсе одержал Вячеслав Ушенин, а не автор знаменитого золотого броска Сергея Исаков. Просто надо было чуть мне по-другому шайбу поставить, и все. И попасть. Тут самое главное – правильно шайбу поставить и попасть в нужную точку борта. А это уже конкурс на самый эффектный булит. Впрочем, как бы ни старался форвард амурских тигров Владимир Михосенок растопить лед вместе с партнерами между собой и Александром Печурским, победу в этом конкурсе одержал почетный гость – заслуженный летчик-испытатель России Сергей Богдан. А помог ему в этом не только креатив, но и боевой шлем. Завчера этот шлем летал на скорости 2000 км в час. Это настоящий шлем. Сказали, нужно по возможности одеть шлем. Ну, я доработал немножко, кислородную маску одел, изобразил пропеллер самолета. Точкой в сезоне стало награждение лучших игроков прошедшего чемпионата. Выбор болельщиков и экспертов пал на юху Мецелу, Яна Колоржа и Томаша Загорну. Несмотря на то, что легионеры не смогли лично поблагодарить за оказанное доверие, за них это сделали другие игроки Амура, написав трогательное спасибо на льду, платьям арены. У нас больше позитива было в конце сезона, и сейчас он продолжается. Даже мы и тренируемся, но все равно, как все, хорошее настроение. Я думаю, что в отпуске отдохнем, перезагрузимся. И с хорошим настроением и с новыми силами. Другим, с новый сезон. И на сегодня это все. Хоккеисты Амура отправляются в заслуженный отпуск. Ну а мы с вами пока не прощаемся и увидимся в следующее воскресенье на телеканале Дель ТВ ТНТ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok